Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Без воды школы, сады, горожане. Два дня Махачкала осталась без источника жизни. Где и когда осуществляется поставка воды? Смотрите через несколько минут. Решение, которое долго ждали, Эльтавский лес получил статус особо охраняемой природной зоны. За верность клятве Гиппократа, медиков-студентов, проявивших себя в борьбе с ковидом, отметили в Махачкале. Махачкала-Водоканал планирует возобновить подачу воды в Махачкале утром 17 марта. На данный момент водоснабжение прекращено в шести медучреждениях, в пяти школах, в десяти детских садах, в сорока девяти многоэтажных жилых домах и почти пяти тысячах домов частного сектора. В нескольких районах Махачкалы запретили использовать воду из-под крана. Запрет на воду наложили в пригородных поселках Семендер, Ленинкент, Шамхал и Шамхал-Термен. Нельзя поставляемую воду использовать и для приготовления пищи. Такие меры предприняты на основании постановления главного санитарного врача республики. Напомним, что накануне произошла авария на водоводе Мятли Махачкала, которая привела к ограничению подачи воды в город. С утра воду в Махачкале подвозят школы и детские сады. Поставка и раздача бутилированной воды горожанам будет осуществляться по указанным локациям. За прошлый год на финансовом рынке Дагестана выявили 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. Среди них 8 черных кредиторов и 2 финансовые пирамиды. По словам управляющего отделением Банка России в Дагестане Мурада Идрисова, в основном мошенники базируются в интернет-пространстве. Физически они могут находиться за рубежом. Материалы о выявленных нелегалах переданы правоохранительные органы. Не доверяйте настойчивой рекламе и ни в коем случае не вкладывайте свои сбережения, надеясь на обещанный быстрый доход от высоких процентов. Если вы решили воспользоваться финансовой услугой, проверьте, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Центрального банка Российской Федерации, стоит ли она в реестре регулятора. Всю эту информацию можно узнать на сайте Банка России и в его мобильном приложении ЦБ онлайн. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сегодня пообщался с дагестанскими предпринимателями. Встреча была направлена на решение ряда вопросов и проблем, с которыми сталкиваются местные бизнесмены. В ходе разговора озвучивались разные проблемы. Высокие страховые взносы, сбыт продуктов, необоснованные проверки, проводимые надзорными органами, недобросовестная конкуренция и многое другое. Сегодня мы встречались с представителями различного бизнеса, разных секторов и размеров бизнеса Дагестана. Надо сказать, что проблем, конечно, по-прежнему много. Проблемы охватывают различные сферы. Как отметил Титов, по принятым обращениям будут организованы проверки и другие меры реагирования. Все сегодня вопросы, которые к нам были обращены, они будут доведены через штабы до всех тех организаций, которые регулируют эти процессы. Приезд омбудсменов в Дагестан не первый. Встречи с представителями бизнеса проводятся на регулярной основе для обеспечения прямого диалога, в том числе для обсуждения системных проблем. Ильтавский лес получил статус особо охраняемой зоны. Такие меры оказались вынужденными для защиты природы. Экологическая ситуация в лесу дошла до критической точки. Подробности расскажет Карим Даниев. Экологи Дагестана называют Эльтавский лес легкими нашей столицы. А вырубка деревьев на протяжении последних 30 лет стала одной из главных проблем города. Сегодня в лесу ужасная экологическая ситуация. Уже долгое время биологи и общественность бьют тревогу. И, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Общественники, средства массовой информации, неоднократно чиновники, разных уровней, разные круглые столы. Ученые поднимали вопрос о сохранности уникальнейшей, эндемии. Вот эту красоту природную мы просто уже столько лет, прошу за это слово, наверное, насилуем. Потому что, посмотрите, в каком виде находится лес. Этот ужасный мусор, эти обрезанные, неухоженные деревья, это неухоженная, неогороженная территория, это близость вот этих вот жилых домов. По нормативам градостроительного кодекса, на каждую тысячу жителей города должно приходиться больше полутора гектара зелененой территории. Махачкала по этому показателю явно не преуспевает. И в условиях нехватки парковых зон, столь халатное отношение к имеющейся природе недопустимо, считают экологи. У нас раз-два, я общался, уже никакой зеленой территории нет. Поэтому мы очень рады. Я вот от имени общественной палаты говорю, что мы очень рады приветствуем это решение. Долгожданное решение, вымученное решение о том, что наконец-таки этому лесу будет придан такой хороший статус. И, может быть, у нас все получится, у нас есть шанс. Впервые за всю историю города Махачкалы земельному участку Литавской зоны присвоен статус особо охраняемой зоны. Когда-то этот лес был любимым местом отдыха горожан. Но в 90-е годы в республике стали активно захватывать территорию и застраивать ее. Сегодня власти пытаются восстановить последствия небрежного отношения к природе. Хотелось бы отметить следующее. В 2020 году по поручению главы города Махачкалы Салмана Кадьявича в рамках инвентаризации земельных участков, расположенных на территории Литавского леса, администрации города Махачкалы собраны проверочные материалы в отношении 17 земельных участков, среди которых все 17 земельных участков общей площадью 22 тысяч квадратных метров возвращены в собственность города Махачкалы. На охраняемой территории будет создана инфраструктура для развития лесопарка. Это зона отдыха для горожан, оборудованные спортивные площадки и детская игровая зона. Карим Даниев, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. С начала марта Россельхознадзор Дагестана проконтролировал свыше 19 тысяч тонн растительной продукции, вводимой из-за рубежа. Так, на склад временного хранения Виадук и железнодорожной станции поступило более 10 тысяч овощей – томаты, перец, огурцы и баклажаны, а также 9 тысяч тонн фруктов – это яблоки, хурма, киви и другое. В ходе фитосанитарного контроля к ввозу на территорию России не было допущено 18 тонн томатов из Азербайджанской республики и 16 тонн перцев из Ирана. Основаниями для задержания подкарантинной продукции стало выявление карантинных вредных объектов – томатной моли и западного цветочного трипса. Грузы возвращены в страны-экспортеры. Профсоюз работников здравоохранения Дагестана отметил молодых медиков, которые проявили себя в борьбе с ковидом. Уже прошел год, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Он был тяжелым и для республики. В борьбе с вирусом студенты-медики внесли немаловажный вклад. Это отмечают как врачи, так и сами пациенты. Зубайдат Гапизова – студентка 6-го курса медицинского университета. Про нее можно сказать, что профессию девушка выбрала не случайно. И пандемия это только подтвердила. С мая месяца прошлого года Зубайдат по собственной инициативе проработала медсестрой в отделе реанимации городской клинической больницы. А это круглосуточное дежурство без сна и отдыха. Ведь именно сюда поступали самые тяжелые пациенты с ковид. Физических сложностей не было, они не сопоставимы с моральными сложностями. Психологически воспринимать смерть пациентов и всю тяжесть было, конечно, гораздо тяжелее. Каждый раз заходить, а после уже оставлять этих пациентов. Пациенты, конечно, очень тяжелые. В первое время у нас была бессонница. Вот, как вы говорите, вы не хотите вспоминать. У нас, конечно, не такие происшествия, но тоже были каждый день смерти, и они продолжаются. Труд Зубайдат высоко оценили в стенах профсоюза здравоохранения Дагестана. Девушку отметили почетной грамотой, цветами и денежной премией. По словам председателя организации Зумруд Бучаевой, в рамках акции «Герои среди нас» они всегда поддерживают смелых и способных. Именно такие, как Зубайдат, и должны служить примером для подрастающего поколения, отметила Зумруд Бучаева. Уважаемый Зубайдат, от имени медицинских работников нашей республики и от себя лично хочу выразить вам глубокую благодарность за ваш самоотвержденный труд в такое сложное время для всей нашей республики в период пандемии, за ваше человеколюбие, за ваше милосердие, за вашу ответственность. И хочу сказать, что в вашем лице, я убеждена, медицинское сообщество республики приобретет прекрасного доктора. А мы, профсоюз, ждем вас всегда, потому что такие, как вы люди, нам очень цены. Окончив ДГМУ, Зубайдат планирует поступить в ординатуру медицинского вуза Москвы. Накопив опыт, она планирует вернуться на родину и продолжать лечить больных здесь. Проект «Герои среди нас» инициирован профсоюзом работников здравоохранения Дагестана еще в 2019 году. Любой желающий может поделиться информацией о медиках, таких, как Зубайдат, которые заслуживают народного признания. Патиман Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Дагестане стартует новый сезон проекта «100 школ». На его реализацию в бюджете республики предусмотрено 200 миллионов рублей. По 2 миллиона рублей на каждую школу будет выделено из республиканской казны. 15% стоимости ремонтных работ оплачивают меценаты, и 5% необходимых средств выделят из бюджета муниципалитетов. Сейчас проходит сбор заявок на участие в конкурсном отборе проекта. Школы должны поторопиться. Осталось всего 10 дней. Проект реализуется в республике с 2018 года. Новую жизнь получили уже 470 школ. Они долгие годы нуждались в капитальном ремонте. Вольник Шамиль Шарипов выступит на европейском лицензионном турнире в Будапеште. Дагестанский борец отправляется на соревнования, чтобы добыть для сборной страны недостающую путевку на Олимпиаду в Токио. Все остальные лицензии российские вольники добыли еще на чемпионате мира 2019 года. Шамиль Шарипов необходимо занять на лицензионном турнире место не ниже второго. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.